Найманы Найманы – один из самых великих и многочисленных тюркских родов, вошедший в состав казахского и других народов. Найманский союз племен Сегизогуз – восемь родов – был известен с середины восьмого века. Сегизогузы проживали между реками Иртыш и Архоном, занимая земли от Хангая до Тарбагатая. В 744 году распался второй тюркский каганат – династия Ашина. На его месте создается новое государство – Уйгурский каганат, или Третий тюркский каганат. Правящим родом был агузский род Ягликар. В 755 году каган Моянчур объединил тюркские племена, создав большое государство от Черного Иртыша до Западной Маньчжурии, куда вошлись сегизогузы. В 755 году в Китае началась гражданская война. Китайский император династии Тан обратился за помощью к Моянчуру. Гражданская война в Китае продолжалась 10 лет. Интервенция тюрков-уйгуров в Китай завершилась подавлением восстания. Возникшие эпидемии унесли жизни миллионов китайцев. Китай лежал в руинах. Убыль населения была огромной. По переписи населения сократилось от 53 миллионов до 17 миллионов человек. На 36 миллионов человек. За вклад в подавление восстания Китай ежегодно платил огромную дань уйгурскому каганату в размере 20 тысяч кусков шелка в год. Каганат богател. Развивалась торговля. В уйгурском каганате имелась своя письменность – уйгурский или старонайманский алфавит. Это была мощная империя. В 840 году в каганате возник острый политический кризис. Под воздействием стихийных бедствий, подержа скота и внутренних раздоров каганат, начал слабеть. В страну вторглись кыргызы, страна распалась. Часть агузов ушла на юг на Тибет, создав княжество Ганчжоу. Другая часть агузов также ушла на юг, создав Турфанское княжество. Часть осталась в своих местах проживания. В будущем это найманы и киреи, которые в X веке начали создавать новые государственные объединения. По свидетельству персидского историка Рашид Аддина, в сборнике летописей, написанной в 1300 году, найманы и уйгуры помнили о своем родстве со времен уйгурского каганата. Найманские ханы и уйгурские купцы тепло общались, хотя после распада каганата прошло больше 300 лет. В X веке в Центральную Азию вторгся народ тунгусского происхождения киданий, которые создали новое государство в Северном Китае – государство Ляо. В X веке найманы-сигизогузы вступили в конфронтацию с империей Ляо. Киданий-тунгусы называли найманами-сигизогузов, что на тунгусском языке означало «восемь родов». Некоторые историки ошибочно читают, что название найманы дали монголы, хотя в X веке монголов как народа не существовало. По мнению казахстанского исследователя Марала Тампиева, китайцы всех кочевников, тюрков и тунгусов, живущих севернее Великой Китайской Стены, называли «менгу», что означает «темные», «невежественные». Это был не национальный, а политический термин. Уйгуры, торговавшие по всей Великой Степи, перенесли это название как «могул», которое распространилось на все тюркские племена периода завоевания Чингисхана, что отмечено в сборнике летописи Рашид Аддина. Российские переводчики ошибочно переводили термин «менгу» с китайского как «национальный», «монгол», введя в заблуждение весь исторический мир. В империи Чингисхана тюрки составляли подавляющее большинство. Монгольский народ сформировался в 16 веке после миграции на территорию обезлюдившей после войн Монголии лесных тунгусских народов, которые ассимилировали тюркское население. В русских летописях термина «монгол» в 13 веке не было, был термин «татары». В ненастейной хронике кидания Ляо-ши найманов и киреев называют западными и восточными цюбу. На протяжении 10-11 века найманы постоянно воюют с империей Ляо с переменным успехом. В 984 году найманы потерпели поражение от киданий. В 1069 году найманы победили киданий. В 1092 году найманы потерпели поражение от киданий и был заключен мир. По свидетельству Рашида Дина в сборнике летописей, предположительно во второй половине 11 века существовало государство найманов, племени Текин, ханом которого был Кадыр Буюрук-хан. Оно было большим и могущественным. В 1125 году империя киданий Ляо распалась. В 1143 году найманским ханом стал Инанч Бельге Буку-хан, который правил со своим братом Наркыш Таяном. Ханство занимало территорию от Западной Монголии до Восточного Казахстана. К концу 12 века найманы создали сильное кочевое государство. Найманы имели свою письменность, уйгурский или старонайманский алфавит. Имелся аппарат управления, налоговая система, все указы хана скреплялись золотой печатью. Войско найманов было создано по десятичному принципу – на десятки, сотни, тысячи и далее. Мировоззрением найманов было тенгрианство – почитание великого бога Тенгри. Это система взглядов на мир, обуславливающая поступки и действия человека. Это гармония человека и природы, человека и общества. У кочевников ссоры были редким явлением. Они жили дружно. Законы в найманском государстве были такими же, как у их предков – древних тюрков. Такие преступления, как хищение скота, измена, прелюбодеяние с чужой женой наказывалось смертной казнью. В 2007 году найманы и киреи, вероятно, по политическим соображениям, под влиянием христианских миссионеров, приняли христианство нестарианского толка. Оно просуществовало не более нескольких поколений и не оставило следа в психологии найманов и киреев. Найманы занимались кочевым скотоводством, а также охотой, жили в войлочных юртах, которые легко разбирались и пользовались колесными телегами. С 1190 года ханом найманов стал Таян-хан, который правил со своим братом Буйрук-ханом. Братья между собой жили недружно, между ними были разногласия, поэтому часть родов кочевала с Таян-ханом, другая – с Буйрук-ханом. К концу XII века усилился Тимуджин, будущий великий завоеватель. Он начал объединять тюрков и смешанные тюрко-тунгусские кочевые племена. Для установления власти в Великой степи ему нужно было подчинить киреитов и найманов. В 1203 году Тимуджин разбил хана киреитов Ван-хана. Оставался еще сильный противник – найманское ханство. В 1204 году между Тимуджином и Таян-ханом произошла битва у подножия Хангайских гор на Алтае. Брат Таян-хана Буйрук-хан не принял участия в битве и не оказал помощи. Найманы потерпели поражение. Таян-хан погиб в бою. Когда окруженным найманам предложили сдаться в плен, они отказали и ответили – найманы в плен не сдаются. И почти все погибли. Воинская честь высоко ценилась у найманов. Лучше смерть в бою, чем сдаться в плен. В 1206 году потерпел поражение от Тимуджина Буйрук-хан. В 1206 году на Курултае Тимуджина подняли на белой кашме и объявили верховным ханом всей степи. Он получил новое имя – Чингис-хан. Победа над найманами открыла Чингис-хану путь к мировому господству. В 1210 году началось завоевание Северного Китая, а затем других стран. В 1206 году Кушлук-хан, сын Таян-хана, на берегах реки Бухтармы, притоки реки Иртыш и территории нынешнего Восточного Казахстана, потерпел поражение от войск Чингис-хана и ушел на юго-восток современного Казахстана. Часть найманов осталась на Алтае и покорилась Чингис-хану, войдя в состав его империи. В Южном Казахстане в государстве Каракитаев правила династия Каракитаев, которая воевала с Харизан-шахом. Каракитая находились в трудном политическом положении. Гурхан, правитель Каракитаев, обратился за помощью к Кушлук-хану. Кушлук-хан прибыл со своим войском к Каракитаям и совершил переворот в государстве Каракитаев, захватив власть в 1211 году. В 1213 году, после смерти Гурхана, Кушлук-хан стал полноправным правителем Семеречья и Южного Казахстана, создав новое государство. Чингис-хан видел усиление бывшего противника в 1218 году и отправил войско во вглаве с Джебен-Ойоном. Кушлук-хан снова потерпел поражение, и преследуемый Джебен-Ойоном погиб в районе Бадахшана, территория современного Таджикистана. Так закончилась династия найманских ханов, правившая почти 200 лет. Найманы вошли в империю Чингис-хана и принимали участие в завоевательных походах Чингис-хана. В 1220-1223 годах найманы приняли участие в знаменитом походе полководцев Чингис-хана, Джебен-Ойона и Субедей-Багадура в южно-русские степи через северный Иран, Кавказ. Весной 1223 года на встречу с Джебе и Субедеем вышло объединенное 80-тысячное войско кепчаков-половцев и русских князей. Во главе русских войск было 15 князей. Войско Джебе и Субедея состояло из трех туменов, численностью около 25 тысяч человек. Половину войска составляли найманы. 31 мая 1223 года состоялась битва на реке Калка. Джебе и Субедей сумели растянуть объединенное русское и кепчакское войско по всей степи притворным отступлением, а затем неожиданно атаковали. Русское войско потерпело жестокое поражение. Погибло почти все русское войско и князья. Новгородский летописец писал «И был вопль и плач, и печаль по всем городам и селам Руси». В 1256 году найманы участвовали в походе в внука Чингисхана – Хулагу на Ближний Восток. В 1258 году был взят Багдад и создано государство Ильханов-Хулагуидов. У Хулагу хана был полководец Кет-Буга – найман по происхождению. По приказу Хулагу хана Кет-Буга должен был завоевать город Дамаск в Сирии, а затем завоевать Египет. В 1259 году Кет-Буга во главе 20-тысячного войска начал завоевание Сирии. В то время в Египте правила династия тюрков-мамлюков. Войско-мамлюков вышло навстречу Кет-Буге. 3 сентября 1260 года в Айнджалуте, вблизи города Назарет, произошла битва мамлюков с Кет-Бугой. В составе войска Кет-Буги были тюрки, а также отряды грузин и армян. Тюрки бились с тюрками. Удача изменила Кет-Буге, и он потерпел поражение. Войско его обратилось в бегство. Кет-Буга мужественно сражался до последнего, был взят в плен и представлен мамлюкскому султану Кутузу. Кет-Буга дерзко разговаривал с Кутузом, и за это был казнен. В памяти найманов Кет-Буга остался великим воином, неизменившим воинской присяги. В городе Жасказган в Казахстане Кет-Буге поставлен памятник. В 1236 году внук Чингисхана Бату начал поход на запад для завоевания в Волжской Булгарии, Кипчакских степей и русских княжеств. В 1236 году была завоевана Волжская Булгария. В 1238 году Бату разгромил войско Рязанского князя, взяв ряд русских городов. В том же году был взят Чернигов. В 1240 году был взят Киев. Русские княжества были покорены и попали в вассальную зависимость на 250 лет от татар. В войско Бату-Хана входило несколько десятков тюркских хачевых родов. Из них самые крупные – Киреи, Найманы, Кипчаки, Жалаиры, Конраты и другие. Найманы составляли треть войска Бату-Хана. В 1242 году Бату-Хан создал новое государство – Золотую Орду, со столицей на реке Едиль – Волга. В первой половине XIV века при хане-узбеке Золотая Орда достигла наивысшего могущества. Строились города, дороги, процветала торговля. При хане-узбеке началась исламизация кочевого населения. Началось притеснение тенгрианцев-кочевников. Недовольные кочевники-тюрки начали откочевывать в Московское и Литовское княжества, где их принимали с распростертыми объятиями. Литовцы и русские получали новых воинов. В XIV-XV веках начался распад Золотой Орды. Процесс перехода кочевников в Литву и Русь усилился. В Московском княжестве татары принимали православие и несли военную службу на новой родине. Московские князья раздавали земельные участки татарам. Татары входили в русское дворянство и верно служили новой родине. Татары принимали активное участие в политической жизни Московского княжества и приняли активное участие в становлении русского государства, а затем Российской империи. По данным историков, в русском дворянстве тюрки татары составляли от 35 до 40%. По данным академика Николая Баскакова, свыше 300 выдающихся деятелей русского дворянства были тюркского происхождения. Это Кутузовы, Ушаковы, Юсуповы, Урусовы, Карамзины, Минины, Пожарские, Тургеневы и другие. После распада Золотой Орды найманы входили в состав Большой Орды. Казанского ханства, Крымского ханства, Астраханского ханства, Сибирского ханства. В дальнейшем найманы вошли в состав Казанских татар, Крымских татар, Ставропольских и Северокавказских нагайцев, Башкиров, Сибирских татар. Найманы, живущие в Казахстане, входили в состав Улуса Джучи, старшего сына Чингисхана, а затем в состав Золотой и Белой Орды. Сыновей Джучи-хана, Бату-хана и Орда-ежена. В 15 веке найманы вошли в состав Казахского ханства. И ввиду своей многочисленности принимали активное участие в политической жизни Казахского ханства. В 1723 году началось вторжение джунгар в казахские степи, которые принесли огромные бедствия казахскому народу. Найманы принимали участие во всех войнах с джунгарами и волжскими калмыками. В 1757 году найманы вместе с другими казахскими родами участвовали в освобождении территории Восточного Казахстана от джунгар. Под руководством таких батыров, как легендарный герой казахского народа Кабамбай-батыр, Найманские роды проживают в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях. Это роды Каракирей, Матай, Садыр, Тортыул, Бура, Сарыжомарт. В Карагандинской области – Баганалы, в Казалардинской области – Балталы. В Казахстане сейчас проживает около 3 миллионов найманов. Общее количество найманов в мире насчитывает около 5 миллионов человек. Также найманы проживают в Китае, Узбекистане, России, Монголии и других странах. Найманы входили в состав улуса сына Чингисхана Угадея в XIII-XIV веках, в состав улуса Джучихана в XIII веке. Найманы входили в состав империи Тимура в XIV-XV веках. В XV веке входили в состав государства кочевых узбеков Абулхаир хана, затем вошли в состав ханства шейбанидов – потомков Абулхаир хана. Найманы играли большую роль в политической жизни государств Средней Азии. Найманы участвовали в походах великого завоевателя Тимура в Иран, Индию, Сирию и Золотую Орду. В числе военачальников Тимура были найманы Тимир-Хаджа, Акбуга, Еркебулан и другие. Найманы вошли в состав узбекского народа, а также в состав туркменов, уйгуров и каракалпаков. В начале XX века узбеки-найманы подразделялись на 17 родов. Окреш-найман – баганалы, болталы, каранайманы, близкие к казахским найманам и другие. В Афганистане найманы вошли в состав тюркского народа хазарейцев, проживающих там со времен завоевания Чингисхана. В первой половине XIV века золотоординский хан Узбек начал проводить политику исламизации. Основное население Золотой Орды были тюрки-тенгрианцы. Они поклонялись богу Тенгри. Татары, недовольные политикой хана Узбека, уходили целыми родами и аулами со всем имуществом в Московское и Литовское княжества. Это была готовая военная сила. Переселение тюрков-татар началось с правления великого литовского князя Витальда 1392-1430 года. Тюрки получали земельные наделы от литовского князя и нанимались на военную службу. С усилением распада Золотой Орды миграция тюрков в литовское и московское княжества усилилась. Татары принимали участие во всех войнах на стороне Речи Посполитой, объединившихся в XVI веке польского и литовского княжеств. Татары принимали участие в знаменитой Грюнвальдской битве с крестоносцами Тевтонского ордена на стороне Объединенного Польско-Литовского войска в 1410 году. Была одержана победа над крестоносцами. Татары, жившие в Речи Посполитой, делились на шесть племенных групп, или хоругвей. Это найманы, барыны, жалаиры, коныраты, кошуны и уланы. Потомки золотоордынских султанов и мурс пользовались правами польского дворянства – шляхты. Вторую группу составляли татары-казаки. Это были простые воины. Они выполняли военную, транспортную, курьерскую, караульную службы. Третью группу составляли городские татары – потомки военнопленных. Татары исповедовали мусульманскую религию. Часть татар принимала христианство и получила полные права польской шляхты – дворянства. Знаменитый род польских татар – кричинских – происходит от найманов, прибывших в Литву в 1410 году. Найманские корни имели польские дворяне – корыцкие, панарские, полторжатские и другие, которые служили в найманских хоругвях. Татары верно служили новой родине – Речи Посполитой, литовскому княжеству и оставили свой след в истории этих стран. Польский король включал татар в королевскую гвардию. Княжеские фамилии татарского происхождения в Речи Посполитой – это Вишневецкие, Ассанчуковичи, Бартынские, Юшинские и другие – остались в истории Польши. Во время распада Польши в XVIII-XIX веках татары принимали активное участие в восстаниях поляков за свободу и независимость Польши в 1830-1863-1864 годах против Российской империи. Нужно отметить, что в XIX веке несколько десятков генералов и старших офицеров из татар служили в Российской армии. В 1929 году польский исследователь Станислав Зедулевич издал «Гербовник родов татарских Польши», где указано свыше 600 татарских родов, которые исповедовали мусульманскую и христианскую религии, что не мешало им забывать свои тюркские корни, помнить 500-летнюю историю и гордиться этим. 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу. 1 сентября эскадрон татарских Улан одним из первых вступил в бой с немцами. Правнук великого завоевателя Тимура Бабур в 1519 году начал завоевание Индии. В 1526 году Бабур захватил города Дели и Агру, создав империю великих моголов. Моголами в то время называли тюрков. Воины великих моголов состояли из разных тюркских родов. Самыми крупными из них были Найманы, Киреи, Жалаиры, Дулаты, Канлы, Кипчаки, Аргыны и многие другие роды. Потом Агбабура Акбар в 16 веке объединил Индию в единое государство. При моголах начинается рассвет Индии. Строились города, дороги, был построен мавзолей Тадж-Махал. Одно из семи чудес света. Династия Бабуров правила Индии 300 лет. В 18 веке империя стала слабеть. В начале 19 века началась колонизация Индии англичанами. В 1858 году англичане объявили о ликвидации института империи. В 1877 году королева Виктория получила титул императрицы Индии. Тюрки оставили глубокий след в истории Индии и Пакистана. В настоящее время потомки тюрков-моголов проживают на западе Индии в количестве 3 миллионов человек, и Пакистане – около 2 миллионов человек, и принимают активное участие в политической жизни этих стран. В 2005 году Пакистан разработал крылатую ракету с ядерной боеголовкой дальностью в 3000 километров, которую назвали Бабур, в честь основателя империи моголов. Найманы проживают на самом юге республики, широкой полосой вдоль границ с Таджикистаном Баткенской области, насчитывают около 15 родов – Байбол, Бос, Босторгай, Харнайман и другие. После падения найманского ханства, найманы вошли в империю Чингисхана, Кулусы и его сыновей Угедея и Тулуя в XIII веке остались на территории Монголии. Роды найманов проживают в Монголии и во внутренней Монголии, в Китае. Они говорят на найманском диалекте, монгольского языка. Среди найманов внутренней Монголии отмечены роды Найман и Даруу Найман. С конца XV века найманы вошли в состав Чахаров. В 1636 году найманы входили в один из хашунов – округов в южной части слияния рек Янцы, Шарамурен и Ляохе. Часть найманов вошла в состав Халхов, расселившихся в центральной и восточной части Монголии. Был образован род найманов – большой, их и малый, бога. Найманы в внутренней Монголии, которые находятся в Китае, проживают в Хошуне – округе. Наймын-Цы, которые входят в состав округа Тун-Ляо. С XIV века найманы, входившие в состав Улуса, Угадея и Тулуя, входят в состав бурятских найманов. Бурятские найманы живут в составе цонголов, западных бурят – в составе аларских бурят. Балаганских бурят, хонгадоров, анонских бурят, селенгинских бурят в составе хамниганского, рода Урянхай. Найманы в Бурятии – это потомки средневековых найманов, входивших в Улусы сыновей Чингисхана – Угадея и Тулуя. Найманы или майманы – один из самых многочисленных алтайских родов. Найманы живут в центральных районах республики Алтай. В Горноалтайском районе, Онгудайском, Шебалинском, Усть-Коксинском районах, Усть-Канском районе, поселке городского типа Майман и столице в городе Горноалтайск. В народных преданиях упоминается о бурамайманах. Состоят из двух подразделений – Карамайман – черные найманы и Коккоголмайман – синие найманы. Коккоголмайм Коккоголмайм Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok